Строительство этнографического мемориального комплекса Ахульго ведется по инициативе главы Дагестана Рамазана Абдулатипова. Кавказская война шла с 1817 по 1864 годы за присоединение горных районов Северного Кавказа к Российской империи. Мемориал общей памяти и общей судьбы призван почтить память погибших во время войны и объединению и дружбе народов, в которых связывает общее историческое прошлое. Материал Севрины Шамхаловой. Вершина Ахульго. Этот мемориал как вечная память о тех, кто пролил здесь свою кровь во время Кавказской войны. Войны, которая занимает особое место в истории нашей страны. Сюда ежегодно приезжают сотни туристов, но совсем скоро это историкозначимое место предстанет в новом виде. Вот здесь на Ахульго произошла одна из великих битв в истории, я считаю, не только Дагестана, не только России, но и мировой истории. Когда 79 дней дагестанцы защищали эту гору. В мемориальный комплекс входит 17-метровая сигнальная башня и здание музея. Там воссоздана репродукция панорамы Франца Рубо, взятия аула Ахульго. Длина полотна составила около 20 метров. А в самом комплексе разместили портреты трех дагестанских имамов и трех российских императоров. Также портреты государственных деятелей. Кстати, над созданием этих полотен работали семь лучших мастеров республики. Равних Ахульго нет нигде. Невероятная храбрость горцев, выносливость, отвага русских солдат. Трагедия самих детей, женщин, детей, которые оказались на Ахульго. Сражаясь на Ахульго, они требовали от царского войска, дайте нам свободно жить, как мы хотим. Нам больше ничего не нужно. А с другой стороны, и здесь царские солдаты, офицеры, которые воевали, которые по воле царя сюда пришли, они понимали, что существует задача. Они тоже были, как сказать, на стороне самих курцев. Здесь были не только аварцы. И были и Даргенцы, и Кумик, и Лизгин, и Лахцы, и Чеченцы. Кого-то здесь не было. Но большинство этих людей были, которые верили, что Дагестан должен быть свободным, Дагестан должен быть мирным. Работу по строительству вели уникальные мастера, специалисты по старинной декоративной кладке. Всё выполнялось вручную. После открытия, уверены мастера, мемориал не только повысит интерес туристов к республике, но и поможет дагестанцам лучше узнать свою историю. Ведь многие до сих пор не знают все детали войны, истоки которой прежде всего в соперничестве Персии, Турции и России за Кавказ, который имел большое стратегическое значение в борьбе за мировое влияние. Мы вспоминаем всё, что было на этой горе много лет назад, и возвращаем к нашему духу, к нашему внутренней свободе дагестанской. Это очень важно для сегодняшнего дня. Потому что только когда мы будем ценить, уважать, любить нашу историю, мы поймём сегодняшний день и будущее нашего Дагестана. Строительство комплекса продолжалось почти год, и вот уже завтра состоится открытие мемориала. В нём примет участие глава республики, который был инициатором проекта, а также депутаты, общественные деятели, историки и простые дагестанцы. Все, кто неравнодушен к своей истории. Северина Шамхалова, Эльмира Байрамбекова. Время новостей.